всем добрый вечер привет так я здесь у нас сегодня будет с вами очень интересный важный урок я приглашаю всех брать из своей комнаты мешающие объекты мы сегодня будем с нами соединять все то о чем я говорил ранее будем соединять в единую такую стройную концепцию как же мы должны с собой разговаривать если так можно выразиться чтобы научиться управлять теми образами которые приходят на в голову да во первых как у вас дела как ваше настроение у вас тут география мы сегодня будем рисовать схему которую я надеюсь останется с вами и я бы хотел чтобы вы сейчас открыли кто выписал помните я диктовал вам 55 тезисов помните 55 тезисов вот я бы хотел чтобы вы их отдельно выписали на листок а4 потому что они вам понадобятся да спасибо чтобы у вас был на будущее лист из этих тезисов которые я вам диктовал помните 55 которые мы используем для себя и даем право для других все это помнят почему потому что это прекрасная подсказка вам для того чтобы соединить это с той схемы которые сегодня мы с вами будем рисовать и которые вы должны будете наслоить друг на друга объясню почему эта подсказка потому что те 55 тезисов если вы их еще раз прочитаете и на каждом углубитесь по-своему то они помогут вам как раз таки формулировать тот самый рациональный пресловутый ответ который нам с вами понадобится в трех плоскостях это работа с ожиданием работа с оценкой события и работы с компенсаторным поведением для того чтобы поменять ту схема восприятия которая у нас с вами отработана видеозащитных механизмов или проще можно еще сказать для того чтобы меры восприятия становилась более адекватно к вас при к событию которое происходит нам с вами постоянно нужно понимать как выглядит здравый пример да все это понимаю то есть у вас 55 этих тезисов это так называемый здравый пример того как это выглядит и вот у вас есть условно здравый пример это конечно такое себе название потому что все очень субъективно но тем не менее но давайте назовем это помогающий пример более функционального более адаптивного суждения о себе и о мире окей и вот этот адаптивный здравый назовем это так пример будет вам ориентиром к тому диспуту к тому размышлению о котором мы с вами будем вести сегодня речь год мне надо переключиться от нот потому что у меня сегодня сегодня было первое занятие и мозг немножко сейчас мне потребуется время чтобы перри переключиться на старую форму мышления потому что когда вы занимаетесь музыкой первый раз в 36 лет когда вы не знаете вообще ничего про ноты и вот вас сажают перед клавиатурой и вы начинаете соединять левую руку правую руку визуально нарисованное и как это звучит и как это нажимается мозг поставлен такие нестандартные для себя механики работы которые вообще выключают прошлые доминанты вот вообще как будто ты вообще в каком-то другом мире работаешь я не просто так для себя это хобби скажем так предпринял да потому что я знаю как работает физиология мозга и я понимаю что левая рука правая рука визуальный контакт с нотами слуховое слуховая память образная память память ритма такта все это настолько переключает работу психики настолько переключает вас от стандартных образов да что действительно после там двух часов занятия музыкой вы абсолютно свеж и абсолютно по-другому функционируете я вам всем рекомендую у кого есть возможности придумывайте себе такие высоко физиологичные назовем это так хобби в которой задействована и тактильная и звуковая и зрительная концентрация и память и моторика у кого нет возможности заняться музыкой хотя бы спорт чтобы был до рисование да чтобы это было что-то связанное с образами с моторикой рук с физи физической тогда уж пускай нагрузкой там насчет там еще что-то в общем в любом случае вам рекомендую чтобы не свалиться в какую-то переутомление в какую-то астеническое состояние поскольку она у нас напрямую связано с истощением и переутомлением центров работы нервной системы переключайтесь это все понимают зачем я это делаю понятно плюсик пожалуйста поставим я не просто так вам это рассказывать не просто моя прихоть вы же находитесь на курсе эмоционального интеллекта соответственно я не просто так транслируя своим подписчикам и своим зрителям это важный это казалось бы прихоть до музыка там что там края красиков делать нечего дует жир и бесится нет поверьте я не тот чек который будет делать просто так что-то вот я как это самое за 5000 долларов не встану с дивана но если это перефразировать я не буду делать для своей физиологии или чего-то что мне не является я как старый еврей я не буду делать того нагружать свою так нагруженную жизнь лишними вещами которые мне только ухудшит это всем это понятно я нагрузил свою жизнь музыкой для того чтобы как раз таки расфокусироваться потому что объем информации объем концентрации очень высок на одной истории да это психология в кавычках вот эти все свои клиенты обучение клиента обучения клиента обучения тема рассказ ответы тема одинаковые вопросы все это напрягает и чтобы от этого уходить надо переключаться каждый переключается по-своему вот я вам просто привел пример как можно найти себе высокофункциональное физиологическое хобби да да ролланд неплохой там есть правда небольшой косяк сейчас мы попытаемся выяснить чем он связан вот посмотрим с чем это связано но тем не менее и так давайте поехали все в сборе я вас еще раз хочу всех искренне призывать на точку роста кто не хочет со мной прощаться и хочет уже просто пойти призывать вас хочу на точку роста почему многие сейчас подумают что это дополнительная какая-то продажа до дополнительная продажа вам какого-то инфопродукта я вам хочу объяснить что точка роста это ну как вам сказать это дополнительный курс безусловно и дополнительная продажа верно но когда вы увидите на конкретных кейсах как мы применяем методику то есть многое станет понятным совсем потому что кто-то сейчас может иметь много вопросов у кого-то нету конкретного примера как это выглядит на практике у кого-то нету обратной связи которая вам так нужна в этом курсе обратной связи нету потому что этот курс как сказать основной вот чтобы у вас была обратная связь с конкретными случаями с конкретными ошибками с конкретными исправлением вот для этого нужна точка роста тем более она не стоит в два раза дольше базового курса как должна быть по логике она стоит даже меньше потому что я бы хотел чтобы вы на нее пришли понимаете да потому что я бы хотел чтобы вы чтобы этот курс был дешевле базового чтобы он был дополнительным потому что он является очень важным поэтому я вас всех еще раз рекомендую вам еще раз рекомендую прийти на точку роста чтобы услышать эту обратную связь и услышать эту конкретную практическую часть все это поняли и вот просто вы когда придете и начнете слушать кейс начнете разбираться вам все станет окончательно понятно и даже может быть станет еще больше понятным чем было понятно на сезоне потому что сезон он немножко такой грузящий да то есть разные одной и та же тема но она подается все время под разными какими-то углами для того чтобы вам донести пишем или запоминаем что вообще нужно понять а понять нужно одно что наш с вами невроз или головной мозг воспринимает информацию с помощью образов плюсик ставим это все поняли мозг не видит самого события мозг не видит компиляции взаимодействие ситуации мозг видит только то как вы интерпретируете это сложная компиляция да это сложное сочетание различных рецепторов глаз ушей это сложный такой инструмент который воспроизводит определенные раздражители по принципу памяти через интерпретацию и вот вы фактически живете в такой коробке которую вам показывает мозг все это поняли помните эксперимент с лимоном можно представить лимон и лимонный сок у вас будет слюна и можно капнуть лимонным соком в рот у вас будет слюна вот слюна у вас выделяется когда вы представляете себе вспоминаете лимонный сок именно по этому самому механизму мозг вспоминает рисует образ это важно понимать и второе что важно понимать что эти образы воспринимается мозгом практически идентифицируема с реальностями всем это понятно то есть вы откликаетесь как на физический стимул так и на образный стимул чтобы запаниковать вам нужно откликнуться на образный стимул организму если вы формируете внимание я еще такой запит мне не хватало я надеюсь что не вот если красиков запоет сразу пишите и отписывайтесь от меня потому что это будет полный пиздец смотрите мозг откликается исключительно на ваши образы если вы рисуете в голове образ смерти и угрозы он откликается инстинктом самосохранения восклицательный знак кто понял образ смерти инстинкт самосохранения образ одиночества инстинкт самосохранения тревога наперед профилактика контроль образ выйти за рамки механика как вы не как не выйти за рамки ребятки это очень важно образа там я не знаю безвыходности инстинкт самосохранения попытка из него выйти образ образ там безвыходности тупика или образ оскорбления образ унижения образ доказанного образ значимого отклик физиологии все это поняли вот это фундаментальная физиологическую вещь надо понять что такое мировоззрение да вот этот термин мировоззрение это то какие образы мы рисуем поэтому каждый человек здесь находящийся он рисует собственные образы в разные реальные жизненные ситуации то есть ситуация как раздражитель или как факт может быть один а понимание через компиляцию образов может быть совершенно разным это всем понятно поэтому давайте это запишем мои чувства и как следствие эмоциональное проявление зависит именно от того качества образов которые я себе создаю вот это прямо за пожалуйста ребят не проявите этот момент потому что это но это пиздец как важно это в принципе вся соль эмоционального интеллекта и когнитивной философии когнитивизма мы должны научиться видеть эти образы и чем круче вы можете работать над этими образами доводя их практически до но трезвого прозрачного вида чтобы образ события понимаете чем я говорю нормально объясняю чтобы образ события чтобы это простите чтобы само событие и ваш образ были максимально прозрачны всем это понятно то есть если события это кто-то что-то сделал и вы не знаете почему он сделал для чего он сделал чем он руководствовался то реальность именно такая я не знаю без понятия но большинство людей столкнувшись события я смотрю просто на ваш чат большинство людей столкнувшись событие видят совершенно другой образ всем это понятно этот чек видит образ предательства образ насмешки образ унижения образ нападения образ конкуренции образ войны дальше срабатывают схема контр работы или компенсаторное поведение если образ войны компенсаторика воюем каким-то там образом как вы привыкли если образ унижения компенсаторика определенное поведение и все это выучено это называется схема всем это понятно поэтому давайте это тоже запишем или зафиксируем каким-то образом моя задача в курсе алексея это привести свое своей образной интерпретации к максимально чистому восприятию события если я не знаю значит я не знаю если по факту так по факту так помните в прошлый раз говорили что такое фактология вот то есть мы должны прийти к фактологии и к здоровому цинизму я не знаю а где факты если факт есть ну и что если есть ситуация как можно с этим обойтись то есть если посмотреть на это математически то это интерпретация события без дополнительных каких-то переменных без переменных оценки без переменных наделение это какой-то значимости доказательством прогнозом это всем понятно да я знаю что это тяжело потому что между реальностью и между наши привычки воспринимать эту реальность но очень часто очень большая разница это зависит именно от каждого из вас у кого-то эти стекла больше затемнены поняли все у кого-то меньше кому-то потребуется больше работы над разработкой адекватного чистого видения кому-то чуть поменьше давайте это запишем скорость очищение можно я буду такими терминами до оперировать скорость очищения призмы восприятие напрямую зависит пишем от моей настойчивости и количество уделенного этому внимание от моей настойчивости и количеству уделенного этому внимание и времени вот я хочу чтобы вы это поняли просто так от того что вы поняли модель между разницей события и восприятие что восприятие вот искажается определенным образом и что надо это восприятие очищать самому то есть это дерьмо надо прям брать лопату вот прям реально прям брать лопату давайте по-другому хорошо не будем к дерьмо возвращаться брать это стекло брать тряпку и прям блять тереть это стекло самому понимаете то есть пока вы сами эту механику не начнете делать вот мы сегодня как раз будем совмещать наши 55 принципов и технологию пока вы сами каждый день три раза там четыре в день вечером там или там в течение дня не начнете стирать сами вот этого видеть разницу между событием и вашим восприятие оно не сотрется но как сотрется грязь или там не этом накипи на чайники если вы не будете применять к этому физически и прочие усилия согласны и вот здесь дорогие мои кроется очень много ответов на очень многие вопросы у кого быстрее у кого медленней у кого так у кого сяк потому что тереть это стекло работать над его качеством прозрачности требуется время и требуется усилие и вот тут вы все поделились кто-то забьет кто-то продолжит кто-то продолжит и забьет а кто-то будет постоянно это делать и в какой-то момент вы вдруг начнете видеть что ваше стекло наиболее наиболее чистое это первое второе здесь же пишем добиться кристально чистого восприятия невозможно я уже вам об этом на каком-то из уроков говорил да вот прям добиться кристально чистого восприятия событий и вашей интерпретации как правило идеально очень ну очень сложно при условии что вы сохраняете жизнь в мегаполисе в городе в трудовом законодательстве в конкуренции между особами хома в раз жизни в стае то есть теоретически это стекло можно отполировать в кристальную частоту тогда когда вы не сталкиваетесь с определенными на постоянными вызовами да это кто-то правильно сказал про непал про гималай про какие-то там монастыри про какие-то там отшельничество в пещеры но мы здесь не для этого понимаете да мы не для того чтобы уйти в ашрам мы не для того чтобы уйти в пещеру все согласны мы для того чтобы научиться жить в этом пиздеце под названием современный мир и максимально этот мир интерпретировать так как он есть без навязанных нами самих суждений тогда мы будем максимально эффективны именно потому что мы воспринимаем события не травматично а естественно всем это понятно всем это понравилось понятно восклицательный знак чтобы я понял и перед тем как мы продолжим я бы хотел чтобы сейчас все вы меня правильно поняли я хочу это видео вырезать на youtube роберт я попрошу тебя быть внимательным но эту часть надо тоже сохранить до про мировосприятие и дальше тоже эту часть нужно будет ребятам на ютюбе показать потому что я хочу быть ну я как сказать я хочу об этом сказать я сейчас могу заставить обидеться слышали как я сказал это я могу заставить обидеться или мои слова сейчас могут быть восприняты моими коллегами людьми которые любят психологию немного болезненно да и я прошу вас всех кто любит психологию кто и занимается как он считает профессионально не обижаться а клиентов зрителей интересующихся темы психологии подумать над тем что я говорю этот ролик будет называться психологии это обман я давно его хотел снять как прилетел с бали но загремел в больнице аппендицитом не успел его снять а потом закрутила завертелось в общем поэтому я это делаю в формате сегодняшнего урок до сезона и надеюсь что вы придете на 17 кто смотрит это видео почему психология это обман давайте я попытаюсь уложиться минут так 10 максимум мы продолжим с вами технологическую эту историю кей интересно узнать почему психологии это обман лженаука и шарлатанство значит если интересно давайте послушайте сейчас многие могут расстроиться на самом деле наука или то что называется академической наукой никогда не признает приставку пси постольку поскольку пси это душа а с точки зрения физиологии этого не существует это первое второе это не наука это да совершенно другая история теперь смотрите давайте коротко ни один психолог ни один психотерапевт если мы сейчас не берем психиатрию как медицинскую специальность да и направление не может ничего с вами сделать не существует техник механик слов которые способны поменять отношение человеку к событию из прошлого из настоящего и из будущего не существует автономных экзо экзогенных внешнего происхождения воздействия на человека каким-то человеком чтобы он поменял себя и свое отношение пример человек ходит на психотерапию к одному психологу ко второму психологу к третьему ничего не помогает но более менее плюс минус но в принципе проблема остается он годами мучается не может найти ответ и смысл и это это эмоционирует ничего не помогает потом в один прекрасный день его сбивает машина он попадал он выживает попадает в травматологию этом на винтиках на болтиках собирает он через два месяца выходит бац и нету больше той тревоги и нету больше той депрессии и нету больше тех эмоций и чувств которые были до этого внимание вопрос на таком какую психотерапию он прошел никакую второй пример значит давайте запомним человек может меняться только эндогенно благодаря конкретным событиям его жизни которые поменяют его сказать что-то человеку прочитать какую-то книгу это все вилами по воде на которой зарабатывают на этих виллах огромное количество литературы огромное количество тренингов семинаров просветленных просветлений вся эта история связана с принципом развлечения публики потому что публика находится настолько в безопасности с точки зрения инстинкта самосохранения что она начинает деградировать и чтобы как-то что-то делать они думают что они себя развивают на самом деле это блеф это выкачка денег и развлечения фактически вы платите за развлечения единственным способом поменяться запоминайте я сейчас никому не рекомендую конечно попадать в больницу но я просто хочу вам честно сказать что единственный способ поменять себя свое отношение это перешагнуть через что-то свое побывать на грани жизни и смерти потерять родственника потерять кого-то пройти через расставание пройти через потерю пройти через успех пройти через наличие или отсутствие денег пройти через достижение на работе пройти через потерю всего и заново выкарабкаться пройти через неудачи и их перешагнуть пройти через смерть близких пройти через какие-то кризисные ситуации то есть попасть в какую-то ситуацию и через нее перешагнуть вот когда человек попадает в ситуацию и перешагивает вот тогда происходит тот самый личностный рост если можно так назвать по большому счету это просто физиологическая физиологический навык работы в этом режиме состояний и если каждый раз вы будете подвергать себя вот таким реальным событиям изменениям вот поэтому многие старые люди да вот поэтому многие люди с опытом такие другие потому что за их жизненный путь они подвергли себя так уж случилось разным жизненным обстоятельствам через которые перешагнули и на базе которых могут уже судить совершенно по-другому просто сидя на вебинаре просто читая книги этих изменений не происходит поэтому вся психология вся вот эта болтовня на диване на кресле скайпы вебинары это все абсолютное развлечение и туфта в лучшем случае этот человек который называется помогающим психологом может дождаться за ваш счет когда у вас произойдут какие-то переизменения в жизни вы через них перешагнете сами и вам станет легче и он свяжет это с терапией или вы свяжете с терапией и чем дольше терапия тем больше шансов что эти ситуации случатся либо более лучшая позиция которой я придерживаюсь это чего слушайте внимательно всяческим образом попытаться вас вам объяснить что именно ваша жизнь и ваши действия ваши постановки себя в события ваши решения ваши действия и способствует изменения то есть поведение или перешагиваю через ситуации можно здесь притянуть одну простую штуку которую мы называем когнитивность или когнитивизм когда человек не может перешагнуть когда человек не может двигаться в какой-то каком-то событии потому что воспринимает это событие травматично или безвыходно вот здесь единственное что можно это попытаться внимание попытаться ему подсказать намекая разными логическими эмпирическими сократическими схематическими вариантами а действительно ли так все ужасно а действительно ли нету выхода а а действительно ли а давай подумаем зина но вся эта интервенция направлена только на одно чтобы зина сделала шаг чтобы зина попала в ситуацию вы знаете за 10 лет сколько у меня людей которые но не двигались терапии до тех пор пока не случились какие-то реальные события до тех пор пока они просто не не заебались сидеть в том эмоциональном состоянии в котором сидели самый простой пример паническое расстройство человек может смотреть youtube читать книги изучать но пока он не шагнет в эту историю контакта с объектом страха пока он не начнет шагать ежедневно в это и этот рефлекс не угасает и по этому простому примеру также в жизни то есть невозможно научиться воспринимать какие-то события не побывав в них вот это есть закон без побывания в этих событиях или без постановки себя в этих событиях вы не наберетесь того фундаментального момента который называется изменения не происходит изменения без усилий события вот это всем надо понимать и третье что здесь хочу сказать это то что вся психология все тренинги будь то энтони роббинс которого все хают на мой взгляд несправедливо я прекрасно понимаю чем то не занимается будь то все что угодно если даже сделать их условно правильными они направлены только на одно на что пишем поплясали потанцевали да 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 и ге ге я смогу посидели выплеснули эмоции выговорились т 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 им осознали что-то поняли это все лишь направлено на одну простую идею на то чтобы вы совершенно верно делали шаги дальше просто осознание просто болтовня просто переливание из пустого в порожню это просто остаться на том же месте но иногда облегчаться выговариваясь знаете есть такие люди они ходят психологу чтобы выговориться они просто платят деньги за это есть люди которые платят по ходят психологу для того чтобы просто посоветоваться бывают такие пассажиры и есть пассажиры которые с радостью берут за это деньги то есть люди 90 процентов случаев платят психологам чтобы развлечься поговорить выплакаться или рассказать что-то сокровенное что не может рассказать другим или рассказать вслух о своих сомнениях рассказать вслух о своих переживаниях но все это должно быть направлено специалистам в одну простую историю чтобы человек сделал шаги и перешагнул через какие-то события или в них вошел и перешагнул дальше очень часто я понимаю про всю про историю что ни один психолог а психотерапевт не может дать моему клиенту опыт который он сам должен перешагнуть я не могу дать человеку опыт самостоятельности я не могу дать человеку опыт самодостаточности я не могу за эту девушку научить зарабатывать встать на ноги принять решение блять уйти или переехать и начать и пробовать и прийти быть уволен и потом еще раз попробовать добиться результатов я не могу за моих клиентов взять начать разговаривать это 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 все должны сделать они плюсик ставим кто-то понимает я могу лишь об этом ей постоянно транслировать я могу лишь поддерживать ее вот этот вот процесс который в любом случае направлен на эти вещи но просто переливать из пустого в порожнего рассказывая про то там полгода год какие бывают убеждения и как это все работает научно обоснованно это ну как бы не совсем про то я вам еще раз говорю можно поменять свое мировоззрение просто один раз побывав в сложной ситуации и вы выйдете из больницы вы выйдете откуда-то и у вас совершенно будет другая история вы не подвергали даже никакому логическому сомнению ваши убеждения они вас просто взяли и поменялись объясню почему потому что если вы побывали на грани жизни и смерти если вы побывали в какой-то ситуации у вас резко в психике появилось доминантное сравнение вот почему есть такой феномен никому фича кто знает такого парня до который без рук без ног потому что когда ребята приходят на семинар ника он рассказывает свою просто историю о том что с ним случилось о том как он пытался покончить собой и у людей возникает четкая разница между его событием и тем через что прошел этот человек кому-то помогает кому-то ненадолго потому что пока человек сам не попадет в ситуацию где он чуть не помер когда он сам не перешагнет через какие-то события например публичное выступление пока вы сами не шагнете в 10 публичных выступлений вы не научитесь не справляться с этой тревогой пока вы сами не шагнете в какие-то страшные в социальные взаимодействия для вас якобы осужденные вы не шагнете в этот опыт и вы не начнете с этим опытом как-то обходиться пока вас не посчитают там проститутка и дуры несколько там людей вы через этот опыт не перешагнете всем это понятно поэтому единственное чем может помочь псевдо лжевая история под названием психология которая переводится как душеведение это пиздец полный это попытаться человеку это объяснить и попытаться ему то чем мы сегодня будем заниматься показать как с помощью более трезвого более взвешенного и в какой-то степени здраво циничного восприятия событий мы можем шагать дальше без этого все это вилами по воде абсолютно а манцой вот хороший вопрос вы задаете нафиг тогда эти убеждения понимаешь мы не можем подвергать всех пациентов с определенными нормативными восприятиями мира коми и реанимации чтобы они вдруг поменялись ну мы понимаем что это невозможно иначе у нас бы просто половина мира бы лежала бы в больнице понимаешь невозможно это сделать физически поэтому есть люди которые пытаются подвергнуть сомнению собственное убеждение как бы сидя дома но опять же для того чтобы пойти и начать действовать а есть люди которые вообще не знают что такое должествование вообще не знают что такое когнитивно-поединическая терапия они переполнены вот этим вот за мыленым стеклом они попадают под машину они чуть не погибают выходят у них бац все по-другому восклицательный знак с нами кто-то понимает он даже не подвергал ничего сомнениях он даже об этом не думал он просто вдруг по-другому стал воспринимать ценность жизни ценность мира каждый день он вдруг вот до аварии человек был очень требовательным очень предвзятым очень каким-то там я не знаю там нарциссически там требовательным истеричкой чуть не померла вышла и дает право людям быть разными потому что у нее появился ресурс на который она опирается под названием да похер чё кто скажет похер чё кто думает главное что я жива и могу делать то что я бы захотела успеть все это случается прям вот так то же самое происходит с людьми которые заболели онкологией зайдите в любой хоспис то там каждый пациент хосписа сильнее и круче чем любой психолог понимаете любой умирающий пациент который это осознает и который это принял круче любого психолога потому что если вы столкнулись с какой-то болезнью и вы понимаете что вот у вас вот как бы шатается туда-сюда и так далее у вас сразу появляется ресурс для обесценивания тех навязанных норм и правил и тех суждений которые были вы не проходили психотерапию вы сами это сделали эндогенно на основании события поняли поэтому все изменения происходят на основании события относительно которого все остальное будет мериться уволили пережила выросла рассталась пережила выросла чуть не померла пережила выросла понимаете и вот это очень важно после болезни неврозы не начинаются нет такой связи совершенно они у вас были всегда к чему я все это ни одна психотерапия ни одна псевдо психологическая школа не способна ни на что совершенно кроме как одной простой идеи что бы вы ни делали с вашим пациентом что бы вы ни говорили как бы вы с бубном не танцевали все это должно быть направлено на то что человек должен осознать ответственность и важность шагов и преодоления ситуации понятно всем это понятно вот я надеюсь что вы это осознали это максимальная ответственность на вас нельзя вскатиться в истории что я послушаю почитаю что-то там опровергну и у меня что-то в голове поменяется если уж вы слушаете читаете опровергаете то подкрепляйте это действиями теми которых вам в жизни то как раз таки и не хватает а не ждите что у вас рассосется все само почему то вдруг вот я хочу чтобы вы это поняли спасибо Роберт здесь можно делать паузу всем это понятно поэтому я хочу чтобы вы поняли почему академическая наука не любит психологию потому что они прекрасно понимают что это все абсолютно вилами по воде и самое страшное что большинство психологов верят что они могут быть эффективны приписывая себе какие-то эпизоды временных облегчений в своих несчастных пациентах временное облегчение может быть связано с тем что человек высказался поплакал выразил подавленные чувства временное облегчение могут быть связаны например с тем что вы узнали что оказывается от панических атак вы не умрете временное облегчение может быть связано с тем что вы наконец-то поняли что что это не страшно, не опасно. Временные какие-то эмоционально-чувствительные облегчения быть могут. Безусловно. Достаточно некоторым просто поговорить. Но фундаментальные изменения личности, фундаментальные изменения личности, возможно только на базе проживания опыта этой самой личностью. И пока моя клиентка не переживёт этот опыт, а он может идти не один-два дня, а годы, ничего не поменяется. Знаете, сколько у меня было в начале 2011-2012-2013 годов, когда я начинал консультировать по скайпу? У меня были клиенты, которые сейчас до сих пор на меня подписаны в инстаграм. И иногда я вижу их там какие-то комментарии или лайки. И иногда они мне пишут в директ. И вот прямая корреляция очень простая. Чем больше изменений в жизни произошло у человека, тем больше он поменялся. Понимаете? Чем больше изменений человек в жизни прожил, новинок, решений, изменений, тем больше он поменялся. Конечно, тут надо отдать должное тому, что если человек абсолютно упорот какой-то нормативной идеологии, и он верит в свою нормативную идеологию, то есть вероятность, что какие бы события с ним не происходили, он в этой нормативной идеологии останется. Например, верующий, да? Это нормативная идеология, в которой нет ни одного доказательства и причин в это верить, кроме как верить. То есть чем отличается нормативная идеология? В нормативную, слушайте внимательно, в нормативную идеологию мы верим, науку мы знаем. Наука – это знание, всё остальное – это нормативная идеология, в которой мы верим. Вот наука – это то, что называется знание, которое можно опытом узнать и проверить, всё остальное является верованием. Вот просто верование. Я верю. Вот я верю, что в этой комнате будет цветок. Я никогда этот цветок не видел. Я в эту комнату не входил. Нет никаких оснований полагать, что там именно цветок. Но я в это верю. А наука – это то, что наука говорит. Мы зашли в тысячи комнат, и там нет цветка. На основании чего мы должны полагать, что там должен быть цветок. Понимаете, как мыслят наука и идеология? Так вот, есть люди, которые настолько нормативны и настолько привержены собственным внутренним идеологическим процессам, я сейчас не только про религиозные нормативности говорю, о том, как должно быть в их жизни, о том, как не должно, о том, в каком возрасте она родит, как должна быть выглядеть её семья, её семья должна быть такой или такой, в каком-то возрасте должно быть так, на неё никто не должен обижаться, она никого не должна расстроить. То есть настолько жёстко переполнены вот этой идеологической призмой, что какие бы события с ней не происходили, они будут всё равно недостаточны для того, чтобы поменять или сместить эту нормативную идеологию. И здесь, ребятки, мы вынуждены констатировать абсолютное бессилие. Вот и вся правда. Я надеюсь, вам стало более понятно, почему наука психологию называет лженаукой. И последние тезисы мы закончим в этом смысле. Почему психологи и психотерапевты опаснее даже, чем астрологи и гадалки? Астрологи и гадалки в большинстве случаев знают, что они наёбывают людей. А психологи и психотерапевты верят в то, что они делают правильно. Вот вся разница. То есть опасность заключается именно в том, что психологи и психотерапевты искренне верят, что они могут поменять что-то в человеке. И это часто большая беда. Вера эта основана на их личной проблеме, где они нуждаются в принятии, нуждаются в каком-то социальном статусе, нуждаются встать выше кого-то, нуждаются помогать, нуждаются быть нужными, нуждаются в какой-то трансляции. И вот эту собственную невротическую конструкцию они подмешивают вот такую уже историю, как психология, и думают, что они абсолютно делают правильные вещи. Ну и финал. Клиническая психология предлагает нам клинические тестирования. Например, тест Китела и ММПА и так далее. Возьмём моего пациента. Например, в 2005 году он писал тест ММПА в таком-то результате. Он не проходил психотерапию. И в течение последующих двух лет с ним случились разные жизненные события. У него умер отец. Потом у него умерла, по-моему, там подруга какая-то. И потом он менял работу, разорился, потом занялся новым бизнесом. И сейчас занимается совершенно другой историей. Чувствует себя комфортно и хорошо, и круто. Из сегодняшнего ММПА совершенно другой. Это говорит о том, что все клинические тестирования являются срезом непосредственно сегодняшнего опыта человека. Но если вы этот срез будете видеть на протяжении всей жизни и коррелировать его с событиями, через которые прошёл человек, вы увидите совершенно разных людей с точки зрения клинического тестирования. Порой диаметрально разных. Именно поэтому вы говорите, как это ты так поменялся за три года? Конечно, если человек проходит огромное количество опытов и жизненных событий, он поменяется. И тестирование это может зафиксировать. Поэтому, когда мне клинические психологи рассказывают, что их тесты это ответ на все вопросы, мне становится очень смешно по этому поводу. Я могу написать ММПА 5 раз по-разному. В течение одного дня. Потому что я захочу так. И то же самое. Я просто знаю, как он работает. А среднестатистический человек может написать также тестирование в разные годы своей жизни тоже по-разному. Связанное с пережитым опытом и связанное с его настоящим восприятием событий и будущего. Но, наверное, на этом все. Наверное, на этом все. И я бы хотел, чтобы вы поняли, что очень важно только к себе обращать внимание на свои изменения. Найдете человека, который вас стимулирует. Ну, вот вы здесь, наверное, потому что это я. Который стимулирует вас к раздумию критического мышления. Раздумию над нормативностью. Раздумием над шагами. Раздумием над очищением собственного восприятия событий. Для того, чтобы двигаться вперед. Считайте, вам повезло. Все остальное исключительно в ваших рукотворениях. В ваших рукотворениях. И вашего опыта.